окей всем хай кучу кого всем приветики продолжаем развлекаться в этой хрени мимо нет просто урон очень сильно решится очень сильно режется а вот так нормально кстати показывается же куда бить смысле когда ты точнее расстояние оптимальное когда ты типа прицеливаешься у тебя показывается . по центру прицела если типа ты в оптимальном расстоянии нас на это думаешь также работает думаю да не особо либо я не совсем те понял ты мне просто новых врагов не дал даже посмотреть смысле 3 1 убил рукопашку да ну там же не столько то у него он посмотри они стреляют бластерами что да я хорошая стопа мне нравится и своя буду крис игру просто в присядку соснопы домики ты следующий адреналинчик я пытался добежать врага быстрее чем ты его убьешь соснопы а чтобы хоть посмотреть на него но не какие-то эти они мне анубиса напомнили а есть такое туру туту и слышь кого-то большого я слышу как кто-то шагает вот-вот это мне не нравится погнали на второй этаж только его я не следовал блин с напас в х6 нет еще 3 оказывается не следовал давай народа и следуем что следует к внутри а я исследовал хочу тут я там слышу а у меня там народ выходить больше лестницы по мочи их прям смысле так понятнее смысле да только почему с лестниц это но потому что они просматривались с лестниц дамы твою чё такое ты упал чок я кого-то прям реально большого слышу я понимаю я тоже но я не вижу его в том-то дело еще мы не до исследовали нижнюю часть то что вам не до сих пор закрыта ну-ка постой я стою она исследована у меня но не у тебя почему-то тут не общее по моему как я понял по крайней мере из прошлой серии как я понял с прошлой серии радиус вообще исследование что-то жужжить прям ну не жужжит кряхтит я не знать и топает ой сундук да я слышу я вот сюда не вид откуда нет окей почет кстати здесь шкафы ты не разбиваешь не знаю про проглядел сами шкафы ведь пройди ну ящик 42 урона по ящику вот и звуки мне не очень нравится мне тоже но я жива не вижу пошли к наверх давай тут жужжание личный блин а я увижу его видишь да он прыгает вот там что это убьешь а я не вижу вижу нет не вижу он лет стену прыг и я даже до отсюда в падении попадаю понял это щит я или куму убил нет это просто снайпер был нелегко было нелегко было он все на пищи то я реально не вижу прогунаю он не помогу завис что 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 это маг какой-то рядом со выше что тут чуть не взорвалась вот я про тоже что такое прям со мной эту фигню создал до убивая его быстрее не могу где лучше в текстуре о прикольная в окно в лес я за тебя мертвую сучу понятно а когда тебя найти ну я умру походу через лестницу только через лестницу только то есть тебе опять надо подняться на лестницу и или бежать к костру я себя убью тогда я бегу и не успеешь все еще сумру 3 не сын я ускорил ты как умер от взрыва это просто апокалипсис будущего три сотни в этот в голову короче ты когда ну в крит укрой а ты когда мне сказал что там шорн прыгает я застрял из текстуры причем когда я заварил он из текстуры начала убивать странная монета ты нашел да по моему от не кольцо это по моему лет нет на обеих сторонах которые изображено женское лицо одни могут посчитать что монета просто глуп грубой подделкой другие сочетаю мило безделушкой 3 решат что она приносит удачу это квестовая хрень давай здесь пойдем чего прямой а может были там что желтая под грузовиком а это остановка 277 нормально нашелся извращение счастья ты там с кем махаешься у них голова похоже на дроидах слышишь ага ну как сказать махаюсь я домахался почти что ну а то что так что и меня почти домахал и зашел все в в в в А ещё я могу, знаешь, как сделать? Ась. Или не могу? Да, вот я дистанция 35 метров, кстати, у меня 7. С этого? Да. Соснопы? Я понимаю, но... Просто... Я там стрелял где-то на 70 метрах, и это многовато. Четыре раза он режется. В голову. Ой, тумбочка. Можно выше подняться. Ты сюда не пойдёшь. Я в доме. Лучше? Да, я понимаю. А я в другом доме. Давай, если чё-то прямо интересное найдёшь, не забывай. Конечно, я же снопу оставил. О, я нашёл тем временем. Чё, ты нашёл? Фолиант. Фолиант нам нужен. ХП. Я почти на фул. Больно. Да не стреляй. У меня проблема. Ой. Олень. Держись. Ты-то будешь. А вот эта локация, кстати, у нас уже была. Да, именно здесь мы искали ключ. Ну, не ключи. Тут мы искали третий этот. Третий наш. Ну, я про это говорю, ключ на нём. А, я понял. Ну, не ключи, а это как? Хрень. Хрень. Ну, видимо, не так уж и много здесь вариаций. Кого? Кого? Да, не вон. Достаточно. Либо Ты... Да, хватит дёргаться. Либо ты прав, либо просто нам не пропёрла. А точнее, пропёрла на одинаковые. Элип, где-то. Громила. Не, это не Громила был. Ну, она сказала Громила. Он был быстро взрывающийся. А, вон Громила. Это который автоматчик. Пулемётчик. Ну, да. Добей, потому что меня сейчас добьют. Кого добить-то? Этих дебилов сверху. Самого сюда добьют. Талантик, может, за это? Размечтался. Чё-то хочешь, дохрена. Да. Ты ж насколько чаще раз меня поднимал ты на боссе, что тебе таланта ли? Может, там просто за один раз, три раза, типа, поднять. Ммм, кстати, возможно. Это было бы логично. Может быть такое. За одну жизнь, так сказать. Ну, сорян, я не умираю часто. Ну, я тоже стараюсь, конечно, но... Да. Ага, вон, кстати, по-моему, та лока с обрывом. Я чё-то нашёл. Чё? Сундук. Правильно? Нет, контрольную точку отменял. А, сейчас. В принципе, у нас до хрена лома, мы можем... Хочешь телепортироваться? Да, чё-нибудь купить. А, можно. Сюда пока не можем, окей. Угу. Мы к тому кратеру за час не будем? Думаю, будем... Вот здесь ты чё открыл? Ничего, она была открыта. Но я вижу там... А, это... Я думал, это шаман. Я тоже подумал. Ну, ладно. А, это активный чайп. Пустыни, несложно сохранить жизнь тому, что с самого начала нельзя было назвать живым. Коррозия снижает эффективность про... Сварщик. Сварщик. Сосновой, какой-то интересный. Да отстань ты от меня со своей болтовнёй. Так... Ну ладно. Надеюсь, она... Обретёт здесь новый... А, блин, я вот сейчас диалог пропустил, дебил. Ага, иди уже. Конечно. Он мне, короче, рассказал про бабулю сейчас только что. Конечно, замечательный. Я диалог пропустил просто. Интересно. Чё? Интересно, это бабуля здесь? Да. Пока. Ладно, ищи тогда бабулю, я пока поторгуюсь тоже. Да вон она. Я даже знаю, где она. А, ну окей, давай. Наша новая подруга Молчуня. Но вполне впишется. Народа её стараются. Она будто из другого мини. Пока не разговаривай с ними, они диалоги говорят. Угу. Могу поспорить, она мудрее всех нас взятых. Только лучше. Береги себя. Эй, ты! Это... Эээ... Мать. Она чокнутая. Всё вещает про объекты спящих. Фух. Ну и ладно. Она за нас, и это главное. Чёрт меня дери. Вот так находка. Постой. В городе? Лэс. Вдруг он ещё... Ха. Ну дела. Это... Для меня так важно. О, позволь отплатить тебе. Вот мой пистолет. В нём... Да что там. Я легко добуду всё, что нужно. Эй. Я этого не забуду. О, нам второй оружие как раз сейчас дадут. Магнум. Береги себя. А за... За что-то качать. А я ей вернул. Кольцо? Ой, кольцо в монету? Да. А, это ей, то есть, окей. Нихреновый у неё такой урон. Угу. Скорострельность, конечно, так себе, но урон прям нормально. Угу. Вот именно. Здравствуй, дитя. О, слышу бабку. Наконец ты здесь. Потом к ней подойдёшь и вгерешь. Я вернула себя. Или нет. Больше не часть корня. И не человек. Мне просто интересно, кого она тебе напомнит. Вот помощь, что ты жаждешь. Найди того, кого зовут основателем. Гултан. Он знает путь, который ты ищешь. Но сначала тебе придётся открыть лабиринт. Это перекрёсток миров. Основатель ушёл туда. Скрылся из виду. Я направила его к лабиринту. Как и тебя. Взгляни на свет, мерцающий в небе. Путь к его источнику охраняет чудовищный корень. Убей зверя. Отыщи свет, что он охранял. И ты предстанешь предхранителем лабиринта. Остой. Ещё один дар поможет сразиться с всепожирающим корнем. Осколок драконьего сердца. Я помогу сделать его сильнее. Корень един и силён. Но с этими дарами у тебя может быть шанс. Великие силы между мирами. Не должно, чтобы они принадлежали чему-то одному. Это поможет тебе в пути. О! Симулякор нам нужен. Ну понятно. Да. До встречи. Вестник снов. Спрашивай. У неё больше ничего нету. Она обрешила меня многого. Но многое и дала. Ох, нихрена с ней поболтать можно. Взгляни на свет, мерцающий в небе. Путь к его источнику охраняет чудовищный корень. Убей зверя. Отыщи свет, что он охранял. И ты предстанешь пред хранителем лабиринта. Хранитель. Защитник врат. Все вместе. Корень жаждет забрать то, что не должно принадлежать ему. Как долго продержится хранитель? Ха-ха. В чём суть бога? Сила относительна. Вера изменчива. Бог познаётся лишь в творении. Можно верить, что хранитель хочет быть богом, пусть даже ценой вечного бремени. Ха-ха. Конец всего сущего. Вестник тишины. Корень ищет покой среди пепла. Либо корень падёт, либо мы. Я давно сделала выбор. Я думала, что это всё изменит. Но одних мыслей мало. Отчаяние придало мне силу, дитя. Предаст и тебе. Это лишь слабые, забытые сны. Основатель. Эндрю. До того, как пришёл корень, мы были вместе. Но воспоминания гаснут. Они больше не мучают меня. Эллен бросили все. Она теперь одна. Я не смогу заменить ей мать. Старые узы сломают её, причинят ей боль. А так, потеря только придала ей сил. Пусть лучше всё остаётся, как есть. Вестники пророчества. Как и все, кто искал мать, он услышал лишь то, что хотел. И сделал единственное, что мог сделать. Отправился в бой. Хорошо. Ступай осторожно, дитя. Вестник это поможет. Я же говорю, у меня только одна. По этому пикает. Ступай осторожно, дитя. Да? Что? Надеюсь, оно того стоит. Ага, иди. Стоп, я снопутал ушу? Да, снопу я лучше. Я хочу с ещё двумя людьми поговорить, с которыми не болтали. Давай. Мы устроили корневую мать, как смогли. Она лучше всех нас знает корень. Надеюсь, она нам поможет. Странно. Ведет себя так, будто уже бывало тут. Я буду за ней приглядывать. Кто знает, чего от неё можно ожидать. Угу. А ничего, что это твоя бабушка? Что тебе нужно? А, вдруг она этого не знает? Так она этого и не знает. Ну вот и всё. Типа бабка как раз наоборот сказала, чтобы мы ей не рассказывали. Понял. Эй, просто не создавай проблем. Ладно? Слушай, говорят, женщина корень на свободе? Ой, уверен, она опасна. Я внимательно за ней слежу. А вдруг она шпионит для корня? Да. Да. Командир Форд дала мне имя, когда меня приняли. Думаю, оно значит, что блок 13 мой дом. Я отвечаю за безопасность. Да, я... я молод. Но командир не доверила бы мне работу, с которой мне не справиться. Мы... мы постоянно тренируемся. Я... я готов ко всему. Да, да. Командир Форд нашла меня у ворот, когда мне было всего несколько месяцев. Все не так уж плохо, если не выходить наружу. Хорошие люди и... ну и в целом сносная еда. Крепкие стены. Я... я не бывал в городе, но Эйс рассказывала об ужасах снаружи. Я рад, что вырос здесь и буду отплачивать людям за их доброту. Надеюсь, Уоллесу здесь нравится. Трудно ему будет без Марка. Я за ним присмотрю. О, она отличный лидер. Научила меня всему. Я... я не знал родителей. Меня растили эти люди. А Форд... она стала моей наставницей. Она строга, как любой, и кто принимает трудные решения. Думаю, я мог бы затащить Марка внутрь, не впустив корень, но... но она отдала приказ. Это не обсуждается. Я знаю, что он... ну, основал блок 13 и закрыл ворота, чтобы защитить людей от корня. Но... командир Форд не любит, когда о нем вспоминают. основатель для местных людей, как герой. И командир Форд сердится каждый раз, когда кто-то говорит об основателе. И помни, в запретные зоны не ногой. Так вот, приветствую. У меня появилась небольшая идея. Ты тут? Опа. Ящики. Че? Ты тут? Да иди. Короче, смотри. Единственное место, куда мы с тобой не ходили... Здравствуй! Это вниз. Мы пойдем? Я думаю, там интересно. Для начала заглянем сюда. О, вот и карта от блока. А кто я нам дал? По-моему, сами случайно нашли. А, нашли у этого дебила. Какого из? У отца. Понял. Так, я фолиант никак взять не мог. Все. Я бодрость на максимум прокачал. Так. Электронная почта. Так, смотри. В связи с недавними событиями мы будем вносить изменения в протокол безопасности. При ходе в блок 13 будет проводиться дополнительная проверка удостоверения личности с фотографией для входа в комплекс по-прежнему будет требоваться личная карточка безопасности. Но теперь контроль на входе в блок будет включать в себя также проверку удостоверения личности. Все сотрудники службы безопасности были уведомлены об изменениях нового протокола вступать в силу немедленно. Командир Натан Хаскел. Диагностика. Все ок. Ок. Ммм, не ломается? Да. Все деревянное, ломается. Мне показалось, оно железное. Даже стулья. Вот смотри. Не, просто в темноте не увидел, что оно... Вот и пробуй просто. Так. Что там у тебя? Командамисты административный терминал блока тринадцат. Журнал. Ууу, касса. Эврика. Пусть у нас ушли месяцы, но мы наконец смогли подключить спящего к миру Габриэля. Подопытный 2419-1 в сети. Новый страж сильно отличается от предыдущих. Виртуально записи очень слабые, но восприятие звуковых данных стало значительно сильнее. Настолько, что наше оборудование не способно записать всю получаемую информацию. Этот новый страж враждебен к местным жителям. Даже озлоблен на них. Подозреваю, что у него сохраняется воспоминание прошлого стража. Осознание осознано или нет. Но он знает, что сделали пушистеньки и относится к ним соответственно изумительно. Ой, не вышел. Экспедиция. Похоже, на руку всерьез решили отправить исследователь в один из миров. Командир Невилл запросил рекомендации у всех руководителей операций. Учитывая все, что мы видели после подключения кассы, кассы это не касса, которая в магазине, это что-то живое. Страж, касса стража корневых существ. Богинь, бойни, думай, очевидно, какой она будет. Так, я запутался. Учитывая все, что мы видели после подключения кассы, стража корневых существ, бойни, думаю, очевидно, какой она будет, какой будет наша позиция. Ну, блин, мне кажется, там косяк какой-то. Слишком много забытых. Оборудение кассы словно сошло с ума. Оно постоянно сбрасывается до одних одежных параметров и не только аппаратура для поддержки сна, но и записывающие устройства, средства диагностики и дашь системы жизнеобеспечения. Похоже, сама касса создает этот эффект, но никто из нас не понимает, как это возможно. Согласно процедуре, мы пробовали усыпить и перезапустить кассу, но это оказалось невозможно. Система игнорирует команду седации. Разумеется, Редж попробовал физически вести успокоительное, но система автоматически ввела нейтрализующие средства. Пою, что мы попробуем противиться системе, но просто убьем спящего. С другой стороны, если эта петля обратной может не остаться других вариантов. Мы продолжим наши наблюдения, но после того, что случилось с Габриэлем и Клементиной, мне не по себе. Они везде. Корни, корневые существа из мира кассы. Мы не были готовы. Как же так? Они напали так быстро. Редж, Редж мертв. Многие мертвы. Мы потеряли связь с блоками 16 и 17, а может и со сными блоками. Те из нас, кто смог выжить, заперлись в комнате кассы, но скоро нас обрушат. Какого черта здесь творится? Так, не толп. Спящие. Они охотятся за спящими. Они уже убили всех, кроме кассы. Ее убийство лишь вопрос времени, но они не ломятся к нам в двери, хотя это единственный стоп, хотя ведь наверняка знаешь, что мы здесь. Если им нужны спящие, почему не преследуют нас, разве что, о боже, касса, она врата. Тогда остается только одно. У нас нет другого выхода, если мы не покинем эту комнату, то убьют нас. А если я ошибаюсь, что смерть одного спящего не будет многого значить, когда мы все убрем. все кончено, система чувак собираемся сделать, да, у меня просто ты после слов все кончено замолчал, иронично, система была против нас на каждом шагу, а затем корневые существа начали прорваться через дверь, как будто знали, что мы собираемся сделать, но все, но все кончено, она мертва, а корни все еще здесь, мы планируем бежать, не зная, не зная, далеко ли мы уйдем, но здесь нам точно не выжить, спящий харсгарда может тоже был в петле, нужно им сообщить, если теория о том, что она стала вратами верно, то все, что, то, все, читай дальше, то есть, о том, что, есть, да, есть, ну, и, что там дальше, сейчас, почитаем, почта, черновик, дорогой, рэдж, зная, с тех пор, как меня перевели в блок 13, тебе не терпится узнать, чем ты занимается правительством, мне столько всего тебе нужно рассказать, что дальше не знаешь, чего начать, красные кристаллы совсем не то, что мы думали, рэдж, это вовсе не источник энергии, они проводники через само пространство, зная, я тоже поначалу не верю, но ты просто не видел, что они делают, ученые удалось соединить подопытных, их называют спящими, с какими-то стражами из других миров, и я говорю не про другие планеты, а про параллельные миры, существующие рядом с нашим, но недостижимы без этих кристаллов, вот тебе лор, кстати, на атолле в расположении Харсгарда и Форда есть несколько спящих, в скобочках, милый, ты наверняка помнишь командира Форда, это он занимается вербовкой в нашем университете, так вот, предварительные отчеты оттуда больше похожи на сказки, фавны, гоблины, даже магия, речь не про настоящего шестого, но про что-то похожее, исходя из нашего нынешнего понимания физики, Рэдж, это так сложно объяснить, без возможности показать, но они не, но они не позволят, пока твой перевод не завершен, если честно, я даже знаю, ух ты, Снапа, я даже не знаю, разрешат ли мне, чуть-чуть выше, отправить это письмо, ладно, не страшно, покажи тебе все лично, когда приедешь, мы тоже подключили двух спящих, через несколько дней я буду наблюдать за активацией третьего, выстрелив экран, парня зовут Габриэль, хотя это наверняка не его настоящее имя, поскорее бы узнать, что он видит, чтобы начать исследовать один из этих удивительных миров, на, ага, мы находимся на пороге удивительного, удивительных открытий, речь даже, Эйнштейн, не представляю, как много всего неизведанного вокруг, какие чудеса и открытия ждут нас впереди, до скорой встречи, Белинда. Отчеты, подопытные, 24, 19, 1, предварительные наблюдения в результате, автор, доктор, Белина Марш, глава отдела исследований, исследовать не операций, блок 13, краткое содержание, командир, навел, попросил порекомендовать мир для нашей перифицизской экспедиции, подопытные, 24, 19, тире, 1, является второй спящий, связанной с так называемым миром пушистиков. Пушистики? Нет, мир сильно извинился после потери предыдущего спящего. После появления нового спящего, вторжения новых видов многочисленных изменений, происшедших с самим миром и его жителями считают приведем отказаться от названия мир пушистиков. Ну почему? Мир пушистиков не нравится. Потому что это место стало крайне опасным, на данный момент я не рекомендую отправлять людей в этот мир. Ну блин, это место стало крайне опасным. Ага, все, я понял, что-то прочитал. Ключевые слова, подопытные 24, 19, Габриэль, Касса, спящие пушистики, корневые существа. Исходные данные, в прошлом году подопытные 24, 19, с поименой Габриэль умер в кресле спящего, когда его страж был убит жителем собственного мира. Пушистиками. Пушистики были умны и довольно вынестые. О боже, мы-то его прострелил. Но заботились друг о друге. Мы до сих пор не знаем, почему они ополчились против нашего спящего. В феврале этого года мы наконец-то успели подключить второго спящего. Подопытные 24, 19, 1, далее именуемый Касса, соединяя с существом, который, судя по всему, стал новым стражем этого мира. С этого момента мы актив собираем данные, предварительные результаты. Мир Кассы практически полностью преобразился во сне Габриэля. Этот мир казался строгим, ой, казался огромным, живым организмом, населенным маленькими, покрытыми мехом, шуществами. Мы прозвали их Пушистиками. Да я понял уже! Касса же видит мир, покрытый, похожим на корнями наростами, из-под которых виднеются останки прежнего лошадка. Пушистики, по крайней мере, живые, встречаются редко. Истребление Пушистиков. Теперь этот мир населяет другие существа более жестокие. Неясно, откуда появился этот новый вид. За всех Габриэля они не встречаются. Короткий промежуток времени новый вид уничтожил большую часть бывшего населения мира. Судя по всему, новый вид берет свое происхождение от растений и загадочные создания похожи на подвижные деревья или корни. Они беспощадные разрушители, активно охотятся на пушистиков, убивают их, а затем просто оставляют бездыханные тела и отправляются на поиски новых жертв. Мы полагаем, что некоторые пушистики еще живы и где-то скрываются. Однако, учитывая серепость корнеподобных существ, прежние жители мира вряд ли долго продержатся. Заключение рекомендации. О, это последнее. Я считаю, что пушистики не выживут без нашего мешать. Тем не менее, в настоящее время я не буду отправлять в мир кассы-разведчиков. Райты корнеподобные существа нападут на них так же, как и на пушистиков. Учитывая проворность и свирепость нового вида, у небольшой разведывательной группы не будет шансов даже приносить современное оружие. На данный момент я считаю лучшим вариантом продолжения наблюдения. Нам необходимо как можно больше знать об этих существах, прежде чем вступать с ними в контакт. Человек в шляпе. Пойдем. Это я буду с величием качать. Я могу сейчас прокачать. Я все потратил хп. Просто бонус к опыту сверху. Из нифига. Видишь, не зря пришли. Конечно, не зря. Это что такое? Предохранка? Видимо, он нам понравится сейчас. Скорее всего, что-то не работает. Скорее всего, что-то не работает. Скорее всего, что-то да. Только хотел сказать. Скелет какой-то. Так, вот, в фигню, сущем включить нельзя. Опа. На стойку нашел. Нет, вроде. А жаль. Кинцов посмотреть. А, ну, прикольно. Ну, видимо, там какой страшный кинцов был, раз там скелет лишь. Пугали его, беднягу, да? Да вообще. Как эту дверь открыть? Я хочу открыть эту дверь. Подоптный 24.09. Подключение к свете. Жизненные показатели стабильные, но мы не получаем визуальную информацию. Аудиальные состояния только из низкого. Аудиодания состоят только из низкого. В общем, качество, видимо, непрерывного грохота, прерывающего щелчками с продолжительными случайными промежутками. Опытки найти закономерность появления щелчков пока не дали результата. Только пока далеко не ходи. Полагаю, это всего лишь шум сигнала или даже ошибки записываемого оборудованием. Усиление подсознания спящего. Возможно, сигнала нет вовсе. Мы никогда не пробовали подключать спящего в пустоту. Вероятный доктор Хасгард, наверное, прочел руны. Ожидаем подтверждения. Хасгард утверждает, что не ошибся и предлагает продолжить наблюдение. Так и сделаем, но только чтобы отмазаться на случай, если что-нибудь произойдет. Похоже, мы здесь надолго. Доктор Икаса. Прошлой ночью мне удалось зафиксировать изменения в аудиоданных. В течение порядка 20 минут, начиная с 2.11, мне слышалось некое пение. Пожалуй, это единственный способ описать этот звук. Он звучал поверх обычного грохота и щелчков. Я оставляю запись в офисе, чтобы вы могли с ней знакомиться. О, кстати, за счет нее мы и получим опыт. Кроме того, вероятно, мне также удалось заметить аномалию в видеократкую и очень слабую вспышку света во время звуковой аномалии пения. Однако это мог быть просто артефакт на экране или даже мое воображение. Все-таки было довольно поздно. Черт, Хасгард, выиграл у меня 10 баксов. 6 апреля 1966 года, два с лишним часа, визуал подопытного 2409 сиял к фейерверк на день независимости. Десятки огней загорались и тухли без какой-либо явной закономерности. Цвета различались, но в основном оставались в пределах голубого и желтого спектра. После примерно 145 минут пульсации огней замедлилась. И к Т плюс 160 они совсем потухли. Аудиоряд оставался неизменным на протяжении всего времени. Наконец, у нас есть подтверждение, что сияющие вообще к чему-то подключат. Хасгард теперь не отслеживается. И последние три файла, короче, в ошибке. Я заметил. Я заметил, что у тебя пылесос. О, трупик. Еще компьютер какой-то. Спящий по имени Габриэль, подопытный 2419, о котором ты читал ранее, подключен к сети. Данные поступают быстрее, чем мы успеваем их обрабатывать. Считок, к которому подключен Габриэль, охраняет в буквальном смысле целый и живой мир. Некую форму огромного биологического организма, который содержит в себе стража. Поверхность состоит из плоти и реагирует на симуляцию. Воздух очень влажный. Ветер меняется цикличное. Как дыхание. Жители данного мира удивлены. Это маленькие, покрытые мехом, двуногие, которых мы прозвали пушистиками за их схожесть с существами из романов Пима Пайера. Пайпера. Похоже, ситуация разумна. У них нет устного языка, но они создают инструменты и постройки из костеподобных отростков, которые распространены в их мире. Это все еще предварительные наблюдения, но они поистине поразительны. Новый вид, новый контакт. Какие еще открытия ждут нас? Пушистики начали действовать странно. Сначала они посчитали стража Габриэля как бога, но в последнее время мы заметили признаки страха и недоверия. Несколько из них даже кидали камни у нашего стража. Могла ли связь с Габриэлем стать причиной этого? Мы старались лишь наблюдать, но не вмешиваться. Однако, может быть, пушистики заметили очень слабые изменения, которые нам не удалось предсказать. Слишком слабые, чтобы мы могли заметить, но достаточно, чтобы вызвать агрессивную реакцию маловероятно. Несколько человек в команде беспокоены. Что это может влиять на эксперимент? Один переживает, что сам Габриэль может оказаться в опасности, хотя нет никаких подтверждений данной теории. В случае атаки никак не повлияли на жизненные показатели спящего, но есть и более серьезные опасения. Например, то, что наблюдение может повлиять на, собственно, сами объекты наблюдения. Вероятность этого есть, но такая причина не является достаточной для обсуждения, для пробуждения спящего, по крайней мере, пока. Сегодня Габриэля атаковали, или, скорее, его стража. Мы объединили все наши записи, пытаясь найти какие-либо признаки провокации с нашей стороны, но безуспешно. Габриэл был полностью пассивен, предоставляя стражу полную свободу действий. Вероятно, что бы ни случилось, оно произошло до подключения к Габриэля. В команде все больше желающих пробудить Габриэля, но их все еще меньшинство. Это правда, что во время атак его пульс неоднократно учащается, но нет никаких признаков иного воздействия. Полагаю, нужно все же продолжить наблюдение, соответствующие указания уже отданы. Доведем начатое до конца. 3 апреля 1966 года. Зафиксирована смерть подопытного 2419. Стража убили из-за следствия чего у неспящего произошла остановка сердца. Мы тут же потеряли входящий сигнал. Не стоит и говорить о том, насколько моя команда шокирована произошедшим. И тем не менее, это дает новую, крайне полезную для исследования информацию. Впервые спящий умер в кресле. Какой бы трагичной ни была смерть Габриэля, она доказывает, что связь между спящим и стражем сильнее, чем мы думали. Изучение мира путешественников пока приостановлено. Наши прошлые наблюдения и записи журнала принесут в другую комнату для анализа. Кресло Габриэля приготовят для нового спящего. Я знаю, что мы вернемся. Еще столько всего нужно изучить. Например, что случится, если страж мира умрет. Ух ты. Как будто терминатор приземлился. Кстати, это может быть отсылка терминаторов. Все возможно в виде подскалки. Ну а что, помнишь, он же появлялся таким образом? Да, конечно, помню. Читай. Крайне мере. У-у-у-у. Ну давай. Нажмите любую клашу. Доступ разрешу... Ммм, журнал. Ай. Кондиционер. Пожалуйста, не выключайте кондиционер в этой комнате. Страж этого спящего мира в заснеженном мире. В некоторых местах показательные места температуры ниже когда-либо установленных на земле. Это оказывает влияние на связь. В частности, спящий показывает внешние признаки дискомфорта при любой температуре выше 12 градусов. Работникам данной зоны рекомендуется носить теплую одежду. Ошибка. Файл. Угу, поврежден. Страшно ткнулся на выводок сирот Пол. Поллов. Взумяил. Похоже, они потерялись в метеле, но реакция Клементины была неожиданной. Ее уровни норадреналина упали, а тело проявило признаки слезотечения. Большинство в команде считает, что страж спящий или они оба были опечально увиденным. Но у нас нет никаких записей о том, чтобы стражи воплодали эмоциями или выражали их. Если бы мы только могли каким-либо образом записывать эмоциональное состояние. К сожалению, мы не можем поговорить со спящим, не пробудив их. Что нельзя сделать без риска потери связи. Поехали дальше. К сведению, согласно приказам командира Невилла, мы усыпили Клементину до тех пор, пока и уровень норадреналина не придет в норму. Полагаю, с данного момента это будет считаться стандартной процедурой для ситуации, когда поведение спящего становится нестабильным. Полагаю, что указ исходит от командира Форда. После того, что случилось с Габриэлем, и учитывая, что Харсгард планирует подключить нового спящего к этому Костелапу, Форд наверняка не хочет идти на неоправданный риск. И он, вероятно, прав. Уборщик. Может кто-нибудь попросит уборщика оставить кондиционер в покое? Нам приходится перезапускать Клементину уже третий раз за месяц. Вот что тут уборщик. Ошибка. Ага, файл поврежден. Последний кадр. Ммм. Какой интересный кадр. Нет, обязательно читать. Ну, я попробую что-нибудь перевести, может быть, не хочешь. Пробой. Ну, дезинтегрировать все. Раэтор, я думаю... Это именно, ага. Шифт это не помню. Ну, чё-то там как-то. Причём, сам хао это как-то как раз. Ну, типа... Она всё ещё существует где-то. А, шифт это, ну, видимо, переместилась. Пропала, переместилась. Мастера английского. Совсем вместе... Включая её power-генератор, типа. Так, ладно. Последним карте в тёмном углу вы можете видеть, что это кастелап. Да, асгард. Ну, нет. Ну, короче, ладно. Короче, она куда-то пропала, как раз таки переместилась как... Ну, да. Да, судя по тому, что там в комнате... Типа, в принципе, я был прав. Ломика нету. Нет, нам ключ нужны, я чувствую. А, ну да. Ну, короче, всё больше. Мы всё больше будем узнавать новых вещей. Походу дела, чем дальше будем продвигаться по сюжету. Да, видимо, лор весь содержится в этом отделе. Про стражей миров, про пящих, про корни. Так, пойдём тогда на следующий этаж. И да. На дно... Это ещё не самое одно. Вот и предохранитель, которого вам не хватало. Неплохо. Не подойдёт ведь... А-а-а... Подошло. Здрасте. Ну-ка, там чё. Странная хрень, да? Есть немножко. Так, направо-налево. Направо. Ну, пойдём направо. Опа. Зашли, короче. Как эти... Ванда... 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 Сразу начали всё ломать. Оу! Они все ломаются, если что. Ууу! Ха-ха-ха! Откуда ломка не что этих стульев, я не знаю. Ну, с ножек. Хоть и не идеально, и правда. Вау, смотри. Чё? Прикольно. Лешается. Слишком много интерьер. Ходить неудобно, да? Так, она сюда пусть, да? Она сюда пусть... Слушай, смотри. Как будто дверь. Блин, вот... Как всегда люди чё-то какую-то хренотень наделали. И вот, типа... И теперь, типа, вот думай, чё делать. Ну, короче, эта хрень без ключа не откроется. Смотри. Здесь компьютер. Слева заблокирована. Ммм. О, коробка с боеприпасами. Угу, тут поинтересней. Флянтик. Флянтик, всё. Знание старца. Качаем. Обувь, качаем больше опыта, чтобы получать больше опыта. Ты о чём? В плане того, чтобы напихать всяких разнообразных ключей? Или про то, что люди трындец какой-то творят? Люди трындец какой-то сотворили, и вот эта хрень вот получилась. Ну, это норма. Так всегда. Это ж люди. Дебилы. Ну. Давай не будем разбрасываться с Сесимонин. Ну, типа, давай просто назовём их людьми, да? Все и так понимают. Так, ну, видимо, мы сюда ещё вернёмся, хорошо. Ну, судя по всему. У нас получается два места. Угу. Нам бы ещё это закрыть бы, в идеале. В плане. Ну, типа, они говорили, что откуда-то оттуда как раз-таки идёт корень. А ты думаешь, что ты настолько проработал на это? Нет, но... Так, ну там же больше ничего нет, да? Вроде как нет. Когда вроде гулял, не нашёл ничего. Хочу лифт. Размечтался. Вон, пойду, короче, револьвер прокачаю. Давай. Я уже всё прокачал. Денег почти... А, нет, много ещё денег. Собирали, видимо, только что. Конечно. Есть на пуре, Валер прокачал. И броню прокачал. Всё прокачал. Сколько у них теперь брони, кстати? А, не вижу. А, 110, вижу. Я всё железо, короче, из расходов. А, вот про какой переносимый вес ты говорил. Ну что? Статистику, когда смотришь... Персонажи. Да. Среднее. Вот этот переносимый вес, это значит то, что ты прыгаешь. Если среднее, то средний у тебя перекат. Если переносимый вес высокий, то у тебя будет меньше. Так, ну в принципе всё. Да отстань ты от меня со своей болтовнёй. Я просто думаю, есть ли смысл переноситься, мы здесь примерно час бегали. Ну, на последнюю контрольную точку просто. Ну да, я бы уже потом. Перемещение. Сосуд со слизью. Чёртная слеза. Болота распознаёт то, что не является его частью, и отвергает то, что отвергает само себя. Сосуд со слизью. Так, мы на последней контрольной точке. Ну чё, как думаешь, стопать на этом или... Да фиг... Здесь никого нету, кстати. Хм, нет. Нет, респавили что ли. Не знаю. Площай ещё тустое. Мы ещё тот кратер не доизучали. Просто я думаю, город большой довольно. То есть типа помимо кратера... Что-то такое... Да нет, мог бы тут есть. Неплохо стреляет. Смепа. Я думаю, элита квалить должна. Давай тоже, слушай, ну дождь, нацелёшься. Ну? Ну? Еще в рукопашку. Да. Да было не очень логичное действие на чё-то делать. 350 урона! Крюбольно. Они всех тебе берут. Это всё у меня проблема! Как теперь вольвер? Нормально. Не знаю, как... У нас прям так хорошо выносит дух выстрел. Тоже мне бы похилиться бы, конечно. Так, похилиться. Чем-нибудь. Я не хочу просто последний хилк крутить. Теперь где? Ну, а тебе ещё надо оставить. Не настолько уж я и сливной. Ой, кстати, я проход нашёл. Ты его не видел? Нет, вот того не видел. Смотри, давай сначала вот сюда зайдём. А! Этот ты тоже не видел, я понял. Нет, я ещё думал, откуда этот... О! Ничего себе. Ваншот в голову. С револьвера именно. Чё-то вот эти не сбиваю. Ты стоп пропусти уже. Не знаю. Честно, не знаю. Ну, что ли? Походу. Там и были. Куда пойдём? А тут, по идее, тупик. Да? Тут тупик. И проход в дом тот самый. Пойдём наверх тогда, чё? Погнали. Слышу элитку. Шамана вижу. На меня согрелся. Почему я в голову не могу попасть? Он два шамана от входа убил. Не знаю. Да, ты прав. Одного убил. Ну, это бы карпусик. Убил карпусик. А, кстати, это разные шаманы. Вот этот второй, это как раз-таки тот, который застрял в текстуре в прошлый раз. 520 крит. А, у меня тоже по нему под 200. Всё? Некуда класть. Я не вижу, кто там ещё. Там их много вообще? Да, там дебилы эти вдалеке милки. Убил, по-моему. У меня вот 3 хп осталось, значит. Добил. Нелегко было, говорит. Я, значит, на себя внимания откликала. Нелегко было ей? Ну-ну. Ну, надо же попадать. Нелегко, знаешь ли, попадать. В неприятности-то? Ага. Ну что, заходим сюда или идём разбираться в кратер? Ммм, да, как хочешь. Просто нам с кратера типа выпадет ещё кристалл, точно. Ну, пойдём в кратер. Ты чё, мы переместиться не можем, да? Можем, но это фигня одноразовая. Не, я в смысле... В принципе, переместиться, типа, отсюда откуда-нибудь. Отсюда нет, только, я же говорю, только к ближайшей контрольной точке, но у нас только одна такая штука. И между кострами перемещаться. Это, по-моему, только между большими. Ну, такими вот камнями средними. Ты, ну. Есть такое. Вот между вот такими, по факту. Да, я понял. Чё, нормально или посидим у костра? Ну, давай попробуем шпучек. Хилл, просто не, не, не больше ради патронов. Патронов очень много. Окей. Так, а нам ещё... А, куда мы не можем? Я, я сейчас, думал, я тебя убью. Сказал, он и ещё чуть не убил. Так ты мне перед прицелом катаешься. Ты сам виноват. Ой, гранила. Волк, в смысле урон не прошёл. Такое тоже бывает. Ну да. Я не понимаю, где у него... Крит. Он дико косой. В руку? Так, в грудину. Да, я нашёл. По крайней мере, средний урон. Прям крит-крит. Не могу. Я нашёл, походу. Похилю особо, что ли. Да не, мне так хорошо. Снял 5 кристалл балл. А ты хилку решил использовать, я мог тебя больше с вами похитить. А, ну... На будущее. Погнали. У меня патронов для пистолета не было. А, так вот, передевались. Ну, так я там решил ещё взять. Погоди меня, мужик. Убивая дронов из Star Wars. Ну ты видел, какая у них голова, у них похоже. Голова на дронов или дроидов. Дроидов, наверное. Внизу говно. Вижу. Я... Почему я в угол попасть? У меня три сотни крита в него выпало. А мне сейчас кто-то свои три сотни крита дал. Чё решь? А, пушистик. Ты чего? Не выпендривайся. Ты убил олитку? Да. Окей. Мне кажется, это и есть это пушистик. Может быть. Только вроде там говорил, что они не агрессив. Наоборот, они стали... А, не стали агрессивны. Да, типа они начали кидаться камнями, там вестись агрессивно вдруг. Непонятно, что произошло. Вижу. Вот он, блин, чёрт, который в прошлый раз тихтунь застрял. Помимо обычного крита, есть ещё шанс, типа, критонуть в криту. Убил я олитку. Мы зашли с другой стороны просто, короче. Ну да. Мы здание всё не будем осматривать? Будем, конечно. Мы ждали. Для этого сюда и пришли. Ещё не смотрим. Посмотрим, пока я чищу. Потому что тут ещё где-то мощный мог. Ещё один этот дебил. Вижу, на другой стороне. Я не знаю, как к нему стрелять. Вот так, наверное. Да. Больно было. Теперь он не охотится за тобой. Он нет, а его друзья охотятся. Упс. А их хэф и проблем. How? Потом он закончится. Что-то у меня проблема. Готов. Наверху патроны. Я не спойду посмотрю. Внизу я спешу. Короче, перебрался на другую сторону здания. Я пока не сосмотрю. А, тут я пойду туда в ту сторону. Почему-то всё время ящики всё равно хочу разбить. Есть такое тоже. Сейчас я понюблю. А мы это дома следовали, в котором я сейчас. Не знаю. Первый этаж мы здесь исследовали. Я всё ещё под гнилью. Я, походу, ивент нашёл. Поэтому это дома следуем, можно встретить. Ты меня только подожди. Так я жду. Я пока ж говорю, там пока я следуем. В котором ты сейчас. Выше не поднимешься, я понял. Где ивент-то? Сюда иди. Так, может, там вроде были, там не было ничего. Не были мы тут. Были мы оттуда в первый раз пришли. Нет. Тут карта закрыта. Мы отсюда же пришли. Так почему тут карта тогда закрыта? Ну, хрен он знает. А потом выходить опять с ними сражаться. Может быть, дочистили бы сначала. А мы тэпнемся. Если мы сейчас найдём контрольную точку, мы потом с неё тэпнемся на этот. Да, у нас там ещё в той стороне не дочищена. Там ещё до хрена карта открыта тоже. Закрыта, точнее. Но там его не учитили. Но в любом случае, у камня подгнали, и могут испавнились. Какой-то жопу нашли с тобой. Как обычно. Лом. О, патроны. Угу. Важнее, чем жизнь. Канал головореза. Прикольно. Собаки. О, собаки. А вот собаки это опасно. Это тем более доберманы. Писец ты, конечно, охарактеризовал. Чё? Тем более доберманы. Ну, доберманы те ещё твари. Они очень жёсткие. Как грубо. Иди ко мне. О, я прям в тему сохраняюсь, конечно. Я его уронил. Я его добил. Ой, подо. Я нашёл. Кристалл же это, да? О, я нашёл симулякор. Хорош. Где? А, тут в углу был просто, отвалялся. О, мне жопа. Живи, не знаю так. Я бегу. Нет, тут их четыре человека и собака. Так. Здесь их ещё двое. Он бьёт меня, от этого у меня сокращается жизнь. Я знаю. Добивай его быстрей. Или беги сразу на этот, слышь. На костёр? Да, я убью себя, беги на костёр. Пофиг. Только быстро беги. Райз, они 6-3 спавницы. Ау. Ну ты хотя бы выживешь. Да, я ж не спорю. Аааа, стреляют. Так, а чё ты костром не пользуешься? Тут опасно, убейте врагов. Вот ты косой-то. Я не косой, я уненавил. Кстати. Получается, всё. Не надо на меня обижаться, я бы тогда не смог бы в костра сесть. Смог бы, он был далеко. А они-то бесконечно идут. Нет. Да. Нет. Они-то от тебя не отстают. Одного урона не хватает, чтобы добить бандита. Размахался. Вот вот тут я его нашёл. Вот справа. Вот тут у этого трупа. Теперь у нас будет 4 контейнера. Это круто. Ну, 4 хилки. Ну, да, я про это играл. Может, тоже револьвер взять. Ну, прокачанный револьвер убивает их с одного удара. Вот так сделать хочу. Да, в голову с одного выстрела убивает. Да. Там урон, как от снопы. Да, в голову. Ужас. Жаловался, хочу хороший пистолет. Не зря монетку нашёл, да? Да. Деньги. Ой. Ты куда-то не туда пошёл. Ай, тут фиолетово что-то. У меня это как-то били. Я кольцо нашёл. Кольцо мальцер. Что даёт? Сейчас глянем. Получай, ну, в дальнем бою урон на 15. Ну, нормально. Неплохо. По крайней мере, для начала вообще. Отлично. Лон пропустил. Ты за это заплатишь. Какие не дерзкие. Я его не вижу. Зато вижу ящик. А, всё, я увижу, он у меня оказывает. О, мне твоя помощь нужна. Срочно. Иду. Не вижу врагов. Класс. Он еще один. Один. Ух. Классно, да? К тому же, новые враги, люди. людей живых мы еще кстати что самое прикольное нам во время кольцо дали не стрела такая забыл еще раз прокачаться вот кстати сейчас не надо забывать потому что мы теряем драгоценный опыт я знание качаем я вот как раз прокачала но мне уже насколько получается на 6 берет мне только на 4 я знаю еще 2 тон который ты будешь тоже перочек качать какое количество подбираемого лома увеличены там еще один будет я не вижу я учусь я уже нет он там прошелся но было больно согласен хорош 5 он упал не вовремя что а мне полос а а а а а приторможу а а а а неплохо мы их убили доща красавцы не дави мне неплохо у нас чтобы комбо прям такое нормально какое на револьверах ну не я стра баша вот момент был я знаю но все же у меня одно типа не револьвер остальное дальний бой стальную стопа как я много обозначил у меня одно револьвер остальное дальний бой да 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 здесь босс когда не на что пожаловаться за похода нет я как раз такое ощущение что да потому что в прошлый раз когда мы так вышли был босс колокольчик призыватель если что ирины были превращены в рабов еще в древние времена со временем их отношения с хозяевами превратились симбиозы от турске ринов выращивали в отстойников принадлежащих знаете а войны ирины сражались что-то там блин я уже запутался 10 раз в картах чё я уже 210 раз в карте запутался короче продолжение если что на том большом камне сразу говорю на каком большом ну который последний нас был просто где мы сейчас вот чего врос али как это доп локот ивент видимо я был прав ну вот вот тебе и босс так тихо они мирные ну вы посмотри куски мяса расхаживают словно у себя дома слышь ты на территории мусорных псов никто тут не ходит просто так плати дело не в лобе в силе давненько у нас не было хорошей драки ну что парни поглядим на что они способны а что получит выживший ну как что жизнь честная сделка как по мне начнем бой не разочаруешь не пытался подстрелить ну ты типа нет мне кажется наоборот не надо друг другу перестреливать зачем эти работу ну вообще да подожди папа кроме чего этот да мне кажется что он просто за ноет и в спустит народ может быть как это типа альтернативное прохождение либо все-таки дерешь кстати мне кажется это только другом случае если ты с кем-то вот это что хотел сказать типа получается в соло же этот вент не стрелишь десна нас сейчас просто убьет или что или они спустят не ли не мне кажется они спустят иначе смысл но в принципе да согласен да 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 с брабусом брабус выходи брабус не выходи я передумал просто даже интересно уголю дробовик живи но у него дробовик ну я имею до ближний бой я понял я заметил дружи плане того в дальнем бою им пофиг надо просто дистанцию держать мы живу бандит агану 5 вот он мне сейчас такой дистанции залупил верю он еще мрази за мной бегает ты приколи приколил уха подождись пожалуйста спасибо заглядил так закидел а с них они должны выпадать малых нам до этого и даются при наподобие в нем мелочи мне кажется у тебя проблема есть такой у тебя нет проблем разве нет смотри зато я могу сделать у вас будет полезно вот и хиляешь больше не хиляешь больше не хиляешь больше не хиляешь больше не хиляешь вот папа 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 он ушел вот кстати две тяжелопачки не только не нравится что наталки с мастерами алину кланился я тебя прикрыл по моему на зря вот тут уже не знаешь что лучше да то есть было бы бить друг друга или есть такое и больше тесно как его убивать что умирает он не очень чё-то череполом я не вижу кстати он меня ай-яй-яй-яй сзади мрази сзади смысле я прям с концами умер что ли неплохо по ходу по ходу мне кажется тебе с напу надо что-то сменить согласен на одно хорошее оружие револьвером забил чейси привет обменялись хотя бы на последок ну ладно давай мне я кое-что сменим у него так кстати тоже криты нет может у босса в принципе криты нет не знаю он жесткий давай тогда с напу убираю охотничьи винтовка либо сосна по ей просто не делаю прицел с охотничью думаю все равно проще стрелять но со стоп это урон больше вроде и факт как вышел да ладно прям вот так вот что львы так прикольно мне понравилось ваше понравилось а как мне сюда выйти вроде как вышел спина у меня он у меня на короче время по кругу крутить кстати с этой фигни почему-то в криту попадаю отстань со своим другом от меня отстань где он я не вижу тоже меня стреляет телятся не дает да ладно как это работает и почему в этот раз я жив не знаю можете в предыдущий раз сразу труб зафокусили это было красиво но ребята жесткие прям так нормально жесткие бандиты не этот нехилые ну чё будем их троить или на следующий раз ставим в смысле завязывать сегодняшние записи я понял да без мне на самом деле без ранее ну давай last try давай если что надо кстати сейчас last try и разбегаем главные стороны если получится уроды где этот дебил понятно я в него не попал он у меня попал а так он меня еще и сквозь эту прошибает вообще замечательно а все в порядке держись слышишь ау 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 да чтоб тебя мать твою ау а-а надо просто симулякор не забыть мы же можем четвертую флазку Torres West это что так сказать на следующий г.л.п. закончились добьет просто но она двое скотина конечно вот это отталкивание конечно бесит опять со спины до что вас и бесит что они везде много мобов будешь пробовать а сильно немного мне шансов если по кругу пробежаться в принципе да сзади не нафиг снопа только стопа ладно давай короче следующий раз в общем всем спасибо за внимание хороший выходного там не знаю что нибудь просмотры и так далее